чулымский тюркский язык в принципе язык моей бабушки по отцу то есть я на 25 процентов чулымец но языка конечно не знаю как и большинство чулымцев мало что на самом деле известно все носители владеют русским языком сейчас считается зарегистрированных чулымцев 355 но я думаю что полукровок тоже типа меня достаточно много может быть около пара тысяч там наверно есть это все кто имеет к этому хоть какое-то отношение по крови до по 2010 году говорит только 44 человека по чулымски настоящий момент района это река чулым тегур детский район томской области и зарянский район как раз в зарянском более там это развитая цивилизация и насколько я понимаю также вот тюхтет парень у меня тут и стюхтета работает сибирском движении и говорят что у них там тоже чудовицы есть то есть красноярского края верховья в чулым видимо тоже есть чудовицы но я вот в википедии этого не вижу это мне вот парень просто оттуда говорим язык на самом деле древние эти чулымский татары коренное население раньше чудомскими татарами называли щас чулымцами они или мы фиксируются где-то 17 века там вот как русские появились они фиксируют этих чулымцев с их культурой описан был дульзоном ссыльный при советской власти немец он как его в томск сослали и он тут создал крошколы изучения языков народов севера селькубского чулымского всяких финногорских местных языков все эти языки естественно уже исчезали при сталинизме уже во времена дульзона потому что разрушали естественную среду обитания людей заселяли это все всяческими там сильными политическими уголовными и так далее уже при дульзоне они исчезали вот другом их фиксировал потом насколько я знаю в 90-е годы и приезжали американцы язык описывали сейчас я рассказываю информацию собственную не из книг не из энциклопедия вот то что в томске мне рассказывали поэтому тут я могу ошибаться а потом 90-е годы был такой басаргаев зарянки очень жаль что мы не встретились пытались даже организовать как-то нашу встречу в то время но ничего такого не случилось вот этот басаргаев он тоже фиксировал язык пытался пытался возродить язык обучить чулымцев книги чтобы на нем были но насколько я знаю ничего не получилось и даже я гляжу в энциклопедиях нифига он не упоминает этот человек а он был вот зарянки боролся за язык в 2000 годы продолжалось движение за возрождение чулымского ну вот буквально мне женщина из педагогического университета томского где они должны были изучать смогла принести 5 страничек прям я просил что мне хоть что-то в родной язык по бабушке доставили 5 страничек про этот чулымский в середине 2000-х годов я только мог в томске прочитать это в томске где вроде как центр изучения тюркских языков сибири должен быть в 2008 году как сообщает википедии подготовили русско-чулымский словарь этого я уже не читал и не видел и не слышал про это это я из википедии узнаю в 2017 году какие-то два значит папа томских при помощи василия габова чулымцына значит создали пишут начался то есть видимо какие-то фрагменты евангелия перевели на чулымский я не знаю чем они это делали возможно гранты какие-то перевели им и даже издавали издали перевод евангелия от марка на чулымский язык в девятнадцатом году то есть на на язык которым практически никто не разговаривает и как раз православная церковь которая всегда русская власть поддерживала она в том числе и виновата в его исчезновении поддерживала российский колониализм и так далее ну ладно значит некие деятели томской православной церкви в девятнадцатом году слава богу издали первую книгу на чулымском языке перевод евангелия от марка который 44 чулымцы скорее всего без надобности вот алфавит на который они переводили в общем копирует я гляжу татарский только буквы с двумя точками сделали да они они татарские эти самые буквы ладно кто этот перевод я думаю не читает все равно но вот в общем хорошо что хоть какую-то книгу издали уже когда язык фактически мертвый перехожу я к описанию которые ученые делают ученые делают на таком на приспособленной кириллице на собственном таком алфавите естественно на том на котором эти папы евангелие переводили значит гласные вот они ну это старо тюркские гласные да то есть есть долгие гласные есть передние есть и задние в общем это как обычно это старо тюркский язык он считается вообще принадлежит хакасской группе тюркских языков но и также кстати мне все рассказывали что там сильное влияние селькубского правда не особенно объясняли в чем мне говорили что в лексике много сельковских слов употребляют все люди как с которыми я контактировал которые контактировали с чулымцами что-то знали языке они говорили что там сильное влияние финногорских то есть опять же за что купила что зато и продают то есть моих источниках современных нет этой всей информации естественной про чулымский очень мало вот согласны до чулымский отличаться тем что звонкие там только как варианты выступают вот тот в квадратных скобках это позиционные варианты то есть определенных позициях звонки но в общем фонемы совпали то есть чулымский отличается тем что все звонки читают как правило как глухие этим отличается от обычных тюркских сохранились задние язычные но тоже совпали да все и африкаты разные по диалектам вот это нижний чулымский то есть нижний чудом скамца а в средний чудом скамча вот это их раз за счет реализации африкаты различаются диалекты ударение напоминает тюрска то есть на последний слог но тут дурзон описывал особенности что там есть еще тон там участвует в этом ударении то есть произносит немножко по-другому все равно ударение специфически агглютинативный язык то есть достаточно простой число может быть без показателя могут не выражать число если выражают число то показатель лар который имеет также варианты на артар то есть но вот как хакаска 7 падежей стандартных обычных тюркских с в общем то с обычными показателями в этом плане язык уверенно тюркский и близок другим сибирским тюркским языкам хакасский и якутский принадлежность категория тоже пять залогов тут все в общем как обычно наклонение есть желательное изъявительное наклонение условное наклонение носа есть обычные для тюркских формы вот что касается времени то что я из грамматики смог взять то есть времена они как потому что язык аглютинативный времена различаются по показателям там на лык на арт вот тут в общем грамматика раз описывает отдельные показатели и их значения и они отличаются да то есть есть какие-то специфические формы которых других тюркских нет то есть тут сохранились какие-то древние еще формы этих времен ну вот можно посмотреть информацию о временах в чулымском отрицание с помощью частицы по то есть не ма а по ну вот окончание окончание обычное в тюркских вот орудийный падеж такой еще но сохранил некоторые древние окончания то есть был был а была там и так далее аффиксы принадлежности в общем-то общий тюркские вот и пример изменения глагола тоже заметно что он понятен думаю всем тюркам то есть есть корень пар да есть потом показатель настоящего времени идет потом идет окончание лица тоже в общем-то общая тюркская общепонятная это довольно обычная схема для тюркских и даже диалекты отличаются по показателю я вижу то есть разные показатели времени в среднем чулымском и нижнем чулымском диалекте это если таки сильное изменение грамматики то наверное это два разных языка по сути но то не описываться в два чулымских диалекта номинативный тип языков с глаголом на конце слова из синтаксис то что известно про синтаксис это обычный тюркский синтаксис лексику не изучали нормально у меня нет сведений как мне говорили много селькубских слов и есть частично русские слова но это в связи с русификацией связи с тем что два языка нижний чулымский и средний чулымский диалект отличия как тут вот судя по грамматике различные значит нижний чулымский это скорее вот асина и зырянка и средний чулымский то видимо основной диалект потому что это тигурдет тигурдет как даже в стихах говорят столица чулымского края то есть видим основной диалект все-таки средний чулымский ну вот все что по открытым источникам в сети интернет я могу сказать про чулымский язык и по собственному по собственной информации из томска